Главная тема очередного выпуска газеты Одинцовская неделя – диспансеризация. Плановое медицинское мероприятие, позволяющее врачам благодаря современной аппаратуре обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению. Я по редакционному заданию прошел диспансеризацию в недавно открывшемся специализированном центре при Одинцовской областной больнице. Рекомендую. Парковка удобная, персонал вежливый. На все процедуры вы потратите порядка двух часов. 1 июня – День защиты детей, и этой теме посвящено сразу несколько статей. Центральное из них – размышления Тамары Семеновой на тему того, где же заканчиваются права родителей и начинаются права детей. И в конце концов, кого от кого требуется защищать в современном мире. В дискуссию по поводу этого материала на наших страницах вступили журналисты, Одинцовские учителя, и мы очень ждем, что к обсуждению проблем подключатся и читатели. Тему непростых отношений взрослых и детей развивает и обозреватель Одинцовской недели Георгий Янц в статье «День защиты детей от кого? От людей». Георгий, кстати, не только журналист, он в прошлом школьный учитель и директор школы, а описывает ситуацию из жизни своей собственной семьи, в которую в качестве подопечного попал мальчишка из детдома. Со дня на день в детские оздоровительные лагеря отправятся Одинцовские школьники. Кто-то поедет в Подмосковье, а кто-то и к теплым южным морям. Одинцовская неделя провела на улицах опрос взрослых людей. Мы просто попросили их вспомнить детство в пионерских лагерях. От одного только вопроса лица людей расцветали, они с удовольствием из светлой ностальгии вспоминали свои летние приключения. Путешествовать летом могут, конечно, и дети, которых ждут оздоровительные лагеря, и взрослые. Быстрыми темпами развивается туризм в древнем Звенигороде. Причем помимо классических точек притяжения, таких как Савино-Саражевская лавра, Звенигородский историко-архитектурный музей, появляются и новые, например, речные маршруты на каяках. Организаторы этого вида отдыха, молодые ребята, настолько заинтересовали главу Одинцовского городского округа Андрея Иванова, что он приехал к ним в гости. Андрей Иванов напомнил жителям округа о том, что в настоящее время идет голосование по поводу развития общественных пространств и городских парков. Каждый может подать свою идею, что можно улучшить, чего не хватает для полноценного отдыха, для спортсменов, для детей, для пожилых людей. Проголосовать можно через интернет или прямо в том парке, который вы посещаете. Сделать это можно будет до 4 июня. Происшествие недели чрезвычайно счастливое. Дежурный по железнодорожному переезду в Больших Веземах Михаил Ярховец просто каким-то чудом успел в буквальном смысле выдернуть из лав смерти молодую девушку. Она шла, слушая музыку в наушниках, и не заметила отчаянность сигналившего маневрового тепловоза. Момент спасения попал на видеозапись и разлетелся по интернету. А скромного железнодорожника поблагодарил лично глава Одинцовского городского округа. Эти и другие интересные новости вы можете прочитать в нашей газете. Одинцовская неделя уже лежит на наших фирменных стойках и ждет вас, дорогие наши читатели и телезрители. Ну а если номера не достанется, то нас можно почитать в интернете. Вот наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok